кроме военного положения да ну я не говорил месяц назад они они заведут или а ситуацию когда демократов просто не будет никаких других вариантов они тупо начнут продавливать все законодательства тогда у трампа будет платформа обратиться к нации для защиты государства защиты конституции демократии найди найдет законное основание до призвать народ на мобилизовать народ на защиту своей страны на баррикады гражданская война и он сейчас типа уступает до начинается изъятие оружия массовое начинается преследование здравомыслящих людей начинается снова полный пиар негров лесбиянок и всего прочего педиков полная вакханалия это вылазит всякое все говно но естественно без энергоподдержки потому что чертей нет уже квантовых компов поддерживающих не будет надеюсь добьем смотри развитие собой тимона тоже развал штатов между собой либо гражданская война внутри ну цель то у него понятно слить штаты по крайней чтобы штаты не были оплотом глобалистов но я знаю что я вижу два лагеря патриоты и демократы функции армии будет просто не допущение беспорядковой махновщины а так патриоты будут валить демократов у них зеленый свет будет там зачистка будет на самом нижнем уровне армия будет участвовать в этом я просто вижу как бегут вот так по двое и пам 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 берка вот много бежит и в шаг бегут в шаг то есть они в полном обмундировании и бегут уже с этими с автоматами какими-то они будут участвовать однозначно будут если пойдут массовые беспорядки они тут они не будут третьей силой они будут за кого-то только начальные две недели они будут силой которая должна быть миротворцами третий а потом они перейдут на чьи-то сторон это как не очень долго до 16 до 17 января это все должно уже перейти на имена на рельсе гражданской войны как у нас на майдане армия должна принять с кем и под народом то или типа не с народом вот примерно так же как описано было примерно так же как они делали в других странах примерно тоже и они провернут будут хотеть провернуть усыбляться не получится естественно от байдена и перехватит но вот понимаешь это обратиться трамп но выведет войска не трамп выведет людей не трамп это будет от него как ответная мера понимаешь вот как он обратиться и потом вот типа массовые такие но это будет массовое но это не будут случайно это будет хорошо организованные демократические там скажем так митинги и протесты и все прочее байден выведет на улицу как ответ на призыв хотя ему это в принципе не выгодно он же должен прийти вот власть серьезно но ему трамп должен передать им все но я почему-то вижу что тут как трамп немножко подождет продавит и именно от того будет первый ход да ну спровоцирует вывести на он как-то спровоцирует да он выскажет вот у него будет обращение к над и у него это все будет у трампа на вывести должен байтон вот именно сейчас на этом они значил как собаку дразниться сторон этого байдена он должен допустить ошибку какую-то ну ему команду дадут думает то не он надо ладно миша смотри чем какие изменения статусе в поддержке байдена на силы какие появились пропали в эту неделю и и и Продолжение следует... 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 это тот технологический уровень вот я и говорю кто обладает тем техническим уровнем сделал в той вселенной их не было драг дилера наркодилер это я его так назвал там вообще его функция вот сознание из зоны реальность ну с помощью до драга наркодилер важно алка перестраивание сознания это и компьютерные игры или они они здесь допиливались их здесь определяли где-то лет девяносто сто назад откуда они здесь появились то что их приспособили дали цели привязали на местности до что-то не совсем понимаю это не а трое пошло это пошло скажем так от красно-черного оттуда пришла это над тема на одной волне осмотри где произвели фабрика туда же карточный игрок скажем так силиконовая долина чудо сто лет назад не было силиконовой долины смотри некоторое время назад еще на уровне скажем так животных на такой же принцип есть что-то у нас условно песики а там я не понял один есть это панда сто процентов черно-белый медведь так что делают как выделить по прежнему панда да черно-белый медведь черно-белая да почему-то решила что это правда не знаю почему-то этот образ слава может потому что это округлая а почему смотри где округлая где нет а 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 акс кринузонки из жопа с ножками с белыми ушками черным а а я не понимаю то что я вижу пачки фильм старый белый д pat 9 и почему так может оборачиваться разным мишка показалось сначала типа отзеркаливаю твое сам как мишка потом жопа что это такое что за перевертыш сейчас живой или эхо фантом на ну да хрена фантом откуда он такой чем делать давил что-то или кого-то давил не давил смейкал здравый смысл вроде мишка третья часть матрицы смотрят да агентство да смотри откуда он вот вирус который ты не мог раз это херня по сравнению с ним поиграл в неу вошел внутрь разорвал это было сложно но сделал все благодаря муне смотри откуда он нет я вижу как он появляется из коридора немного двери вот этого как петля мобиус как лента мобиус Смотри где этот коридор, ткни палкой, забирай сюда сути, покажи собачкам, может они найдут источник, скажи кусать и пусть найдут. Блин, теперь он реально как агент Смит выглядит, и никак этот образ больше не меняет. Ну во-первых, это тоже документальный фильм, как и Танос, как и Грань будущего и так далее. А во-вторых, оно показывает то, что ты хочешь видеть, смотри как ты у него свойство замечательное. Вот что заставляет и умеет транслировать то, что ты хочешь видеть в сознании. Что за слой такой, кто там, какие функции есть, кто это делает, что это делает. Агент Смит тоже. Тебе понимаешь, только образ. Надо пока смотри, мол, ты заскучала. Нет, все хорошо. Хорошо. Посмотри, я тихо наркотилеров. Есть они где-нибудь. Да, автономные модули быть здоровы, да есть. Я вижу, что четыре разных автономных модуля у нас использовалась на нашей планете, скажем так, они дорабатывались. Они пришли реально с той вселенной, и они пришли из этого, из этого, артекин. Четыре штуки были доставлены по разным направлениям. Они работали один, это шло как одурманивание, один шел. Почему четыре? Сейчас я посмотрю, кто это четыре. Ну, наркодилеры, да, второй это вот увеселительные заведения. Игрок, он раскидывал усы, это свозь, это свозь, это свозь, это свозь, да, манипулировал всеми видами энергии, да, интересно. Да, игрок, и потом идет алкогольное опьянение, и идет замена на энергетическом уровне человеческого. Мужское, женское, это, наверное... Типа пьютичка? Да, 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 да. Четыре, вижу, которые были доставлены просто сюда, и здесь уже доделывалось. Ну, это где-то, наверное, 50-е, 60-е годы, когда доделывалось, начинали, да, делываться где-то на территории США, по-моему, и в Европе. Как раз прослали туда и туда, а потом по всему миру, когда они уже стали более автономны и уже могли поддерживаться тем уровнем техническим, который был на Земле, они уже просто его распространили все. Как бороться было? Перепрограммировать, это же всего лишь программы. Если это ничего такого сверхъестественного, всего лишь автономные модули, их можно перепрограммировать. Ну, вытаскивай педико. Ну, да, могу. Ну, как сопля какая-то, я его с ним не могу общаться. Ну, он разговаривал с ним. Сопля или пьялка, что-то такое, больше похоже на пьялку. Ну, а чё, нет, он передаёт звук, они мурчащие, мучащие, но тем не менее, можно понять, что он говорит. Уловить смысл, скажем так. Откуда пришёл? Да, правильно показывает этот большой столбик, который раскрашен красно-чёрно-белыми клетками. Рольф Кенн. Показывай его своему столбику, он делает брррр. А скажи ему делать противоположное, я тоже делаю. Сказать столбику или сказать этому. Столбика уже нет. Это программе. Я поняла, перепрограммировать нужно. Столбику я говорю, пусть меняют на противоположное. мужское мусор теперь разделяет теперь истинные женщины истинные мужчины так он действует да его нужно как на 2 разделить он как неправильно слепленный знаешь как химские близнецы которые срослись и энергетика полностью перемешиваем это теперь надо разделить спинами условно разделялась а то они друг другу из одной жопы два этих друг другу но с этим можно справиться даже синий могут очень хорошо справиться пусть справляется всем нужно опьяниться в одного такого и пусть сейчас сгоняем даем команду и пусть синие меняют этот мод до 1 соединить на 2 автономные и сохранить жизнеспособность говорят вот и все пусть так тогда им толку в нем не будет пола пусть будет два разделителя теперь ходит по тем же местам где этот был двойной и не толкай скажем так и пусть разделяет снова чтобы мужчины брали энергию женщин давали информацию и наоборот там было друг у друга да получилось но это выглядит так как вроде подходит к человеку который имеет нетрадиционную сексуальной ориентации поворачивает вверх ногами и трусит до тех пор головы и стукая пол пока у него энергетический столб не перевернется не восстановится то было перевернуто сейчас либо то сам переворачиваем в норму пусть вот они появляются потом переворачивает когда уже заземлено и вставать в голове заземление вставляет на нормальный энергетический столб скажем так да так и есть я поговорку вспомнил засмеялся чем глубже прячешь голову тем беззащитнее твоя жопа например когда там под запись моно вытащи карточного шулера автономный модуль который принесен врагом да если так вот вижу вот такой плоский знаешь где диск водка как чем где такого похоже как рулетка казино вот внутри вращает что он меняет какие ставки делают и что онindre что к человеку действует, там какие-то шарики внутри, которые вращаются, они на определенном резонансе, вот как тынь-тынь, что-то в человеке, вот на какой-то вот участок мозга действует, что у человека это проявляется как очень сильная зависимость. Это не только интерес возбуждает, но и зависимость. Вот таким образом внутри там как шарики вращаются и определенный звук выдают. Жажда халявы какая-то появляется, такой огонь прям, азарт. Да. Ну, что такое казино? Это желание халявы, чужого удачи, то есть лотерея любая, это люди скидывают за свою удачу, и так и типа достается одному на самом деле, все достается заведению, забирают себе, а скидывают карму, ответственность за потерянную удачу всех на одного типа счастливчика. Вот. Многие отказываются от выигрыша, подохранитель срабатывает. На себя не хотят братьюшу карму. Либо билетики не предъявляют. Даже здесь я вижу, что это просто идет какой-то, знаешь, как слома мозга на уровне энергетики. Это вызывает, ну, слишком такое, как алкоголь, там, или, допустим, как любое магическое воздействие, которое вот мозги вот так расслаивает. Здесь тоже идет, как вот человек на самом деле трудно себя контролирует, он только слышит вот это в голове, и все. Ну, как вот переступая казино, что храм, так называемое, место для помолиться, имеется в виду, что казино, человек перестает быть человеком, донором, родником, который наполняет свой сосуд, а становится игроком, то есть отказывается от своей сути человеческой и начинает жаждать халяву чужой, что в храме чужую кровь попить виртуально, чтобы чужую судьбу получить, а от своей отказаться, от всего своего отказаться, повампирить, а свое все отдать, и идет полный хаос перемешивания, что удача перемешивается в казино, отдаешь свою удачу, ставишь на волю непонятно чего, вот этого вот сущности, которая все забирает, у тебя все, а может быть даст чуть-чуть, выигрывает только заведение всегда и так далее, что с этим делать, как лечить будем? Нужно, чтобы воздействие на человеческой мозгу не происходило в первую очередь, чтобы не шла перестройка энергетики. Ну, его можно уничтожить, чтобы все в один собираем, либо как-то перепрограммировать. Как можно перепрограммировать? Спасибо. Говорят, что его уничтожить будет проще, потому что приспособить такого плана машинку, этот модуль, как-то слишком тяжело, он очень агрессивно на человека влияет сам по себе. Метод воздействия достаточно агрессивный, не мягкий. Да, жесткий при форматировании мозгов от созидания к, по сути, к каннибализму, к вампиризму, к халяви, к чужим энергиям. Отказывается, хорошо, ломаю одного, собачку покажи, всех остальных уничтожить. И синим, говори, то же самое, уничтожить. И судьи, я показываю, отделять и уничтожать. Собачки могут кусать уничтожить. И скажи, в сфере такого пусть везде ищут. В сфере, вот, идет информация, что больше всего это передается, как записано. Вот это, что я говорю, шарики там внутри вращаются, и создается, ну, какой-то определенный резонанс. Вот это все используется в каких-то определенных рекламах, когда по телевизору или, скажем так, в каналах где-то рекламируют. Вот и азартные заведения, много очень такой реклам. Там тоже какая-то музыка настолько то ли агрессивная, то ли вот что возбуждает именно на уровне подкорки. Там очень интересный алгоритм программирования. Смотри, он жестко вскрывает мозги и засовывает туда ощущение обладания тем, что у тебя нет, и показывает дорогу, где это лежит. И у человека ощущение того, что выигрыш, что у него уже есть, просто его нужно пойти и забрать. Вот ему остается всего лишь навсего, да. Как твое. Вот подарок хороший, то, что у тебя жизнь, он что-то из будущего на в прошлом, сейчас дает. Да, и все игроки ощущают, что это деньги уже их, они ими уже обладают, просто нужно прийти и взять. дает ощущение подарка, энергии денег, вот это вот, чуть-чуть дает ощущение, энергию дает, нереальность, уводит от реальности тоже. И меняет по времени из будущего чего-то от человека, берет и получается, что как уже получил, то есть эту дорогу к этому реальному, чему-то хорошему, идти не надо. И эта дорога, как бы, ну, считает, зачем мне идти, зачем напрягаться, то есть ощущение расслабленности, и вот, и такой, у человека сразу идет возмущение, а что это еще не у меня? и агрессия. Это же мое, да, почему нет? И сразу возникает агрессия, да, хитро, подло. Подло, вот именно подло. Там как-то еще на звуковом ряде, что первые моменты, это очень агрессивная и громкая музыка, и идет человека сразу бабах, и открывается все, понимаешь, вот приятие, неприятие, это не столь важно, плюс или минус, реакция все равно идет. Да, куча реклам, бабах, я вспомнил, один X-Beta. Да, тоже самое, да. Барабаны эти бьют с определенным ритмом. 120 Гц обычно, включает мозг. Вся эта попа, рок-культура, 120 Гц. Все давно рассчитано. Ни больше, ни меньше. Мелодий нет, только ритм. Ритм и мелодия, это разные вещи. Мелодии в музыке современного, просто вырубают. Нету мелодий. Вот классику слушаешь, это мелодия. А там только ритм. Еще не в тему, еще рэп, речитатив, забивающий мозг, монотонно. Это все просчитано. Мелодия исключается, просто как явление. Все такое мелодию, большинство молодежи не знает. Вообще не знает. И в школе этому не учат, нигде и прочее. Там же много, все такое, аккорды, ну, ямб, хори и прочее, тоже никто не знает, из той же серии. Чтобы не было гармонии. Уничтожить везде. Смотрю, где могу по земле. Нечто подобное в церквях, так называемых, в религиях. Чуть иначе работает. наоборот. Посмотри, кстати, антисвященник. Священник, ты сейчас работай, все отдавай, мол, будет потом. То есть, наоборот, откидывание, убирание необходимости. Но тоже та же подача и знание о том, что это у тебя есть, но потом. Да, механизм тот же, только чуть иначе работает, да. Вот от реальности такой же. И отодвигания, даже сейчас подарков, далекое будущее, как будто так и надо. На квантном уровне священника берем и ломаем нафиг. И собачкам показать все такие модули в так называемых храмах и в людях убирать. Ломится к столбику, а столбика нет. Ну, столбик тоже пришлось ломать очень тяжело. С подключкой к другому столбику покручиваешь 64 кубитному, скажем так, даже намного больше. Сейчас четыре этажа, а не 12-18, как могло бы подумать. Когда-то был 32, потом что-то с ним произошло резко, ненемножко. Который это делал, он вне нашей вселенной, а тут с нашей вселенной 18-ти был. Мана, вот, наверное, почему И4. Смотри. Священник и друг, алкоголик. Кто еще? Нет, традиционная ориентация. Все, 4. Да. Священника больше всего они прям укоренились в церквях везде. Меняем. Миша, смотри, еще из животных были. Сейчас, может быть, даже нету. Главный джокер мог становиться всем и подправлять все события во всех людях, явлениях. Агент Смит, понятно. Падла еще та. Ну, он же не уровень животных, или это повышен? А ты смотришь уровень животных, это просто тебе говорю. Что это? Пятерка, вот оно, пентаграммы, как реально пентаграммы встали в круг. Какую-то магию делали с нашим миром. Это потом посмотрим. Ты смотри, он уровень животных. Я вижу какую-то стойку, то ли криволапые шакалы, то ли гиены какие-то собаки. Или большие крысы. Ну, вонючие какие-то. Смотри, что делают, что это за штуки. Из чего состоят функции. Откуда пришли? Я не пойму, откуда я вижу, как портал открылась, какая-то часть пространства, и их как высыпали. Да? Откуда портал? Куда ведет? Я что-то не могу рассмотреть, знаешь, как в стеклянную стенку, бум, и туда не могу пройти. Когда-то было время, когда туда можно было пройти. да, почему-то лет 15 назад еще можно было пройти, проходить. Функция этих крысы гиен. гадость какую-то разносят, портят и разносят гадость. Вирус разносили. вот эта вонь липкую какую-то. да не сами генераторы этого вируса. они прописаны так. Да. А кто это сделал зачем? Сумасшедший ученый сделал. смотри, что за вирус у них. Я не понимаю. Я вижу, когда они с кем-то взаимодействуют. Сигнатура становится желтой, а потом чернеет. То есть, кого, скажем так, они кусают, кому передают вирус, он сначала становится ярко-желтым, даже оранжевым, а потом переходит в такой серо-серо-грязный, коричневый цвет. Ну, идет перепраграммирование, перепрошивка. Ну, как агент СМИТ, типа. Это первый вариант агента СМИТ. Потом были послали покруче. Ну, я уже подсказал. Это первые такие квантовые компы, которые пошли разносить вирус повселенной. Первый вариант вируса. Можешь посмотреть код. Распори, посмотри, как это все действует устроено. Поймешь принцип. И вирусы таких модулей. Это самые простые, самые примитивные. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Ну, я вижу, что там они, знаешь, как вносят программу по уплотнению энергии, они отсекаются сразу по определенному частотному коридору и меняют плотность и вес энергетический, становятся тяжелыми и жесткими. Поднимай код антивируса, делай антивирус в своем сознании, впихивай в эту крысу и отпускай. Теперь все частотные характеристики, возврат первоначальный, разворачиваешь код ДНК типа вируса, играйся. Да, кажется, цвет поменяла, стала радужной такой, с переходами из цвета в цвет. Ну, основной цвет зеленый, он как в центре спектра, он все цвета может включить. Ну, крыса рабочая, шевелится, выполняет функции свои. Хорошо, пусть бегает тогда, пускай. И другие заражают. Да, все есть. Ну, ты тоже так можешь делать, свое. Пусть другим дают антивирус, крыса и другие вселенные. Пусть все восстанавливается. Перерыв или чуть-чуть еще? Как скажешь. Да не, надо отлично поболтать. Хорошо, перерыв.